привет друзья мои в одессе времен советского союза был популярен суп мичиган его готовили сотворным языком жареным картофелем в нем собраны все нравы вкусы традиции тех времен его готовили всем двором и нахваливая кушали готовлю суп мичиган по одесскому рецепту в казане на костре начнем в мясную составляющую супа войдет мякоть говядины тут у меня килограмм больше где-то немножко и отварной язык на килограмм с них и начнем работу мне кусок говядины надо разделить на длинные полоски как на бестроганов и отбить их надо но чтобы каждой полоски не отбивать я разделю кусок на части уменьшу его в размере отобью а затем нарежу на длинные полоски так будет удобно и не так будут разбиваться кусочки отбиваем мясо с двух сторон но прежде накроем пищевой пленкой чтоб у нас не летели брызги по столу на стены куски говядины с разбитыми волокнами и насыщенными кислородами нарезаем полосками длинными толщину можете сами регулировать замаринуем мясные заготовки полоски говядины сок одного лимона добавим остроты стручковый острый перец горлодер просто настругаем его одного будет достаточно сильно он острый и зальем белым сухим вином стаканом обыкновенным сухое вино соль не добавляем полоски говядины будут мариноваться у меня часа два а вы можете оставить на ночь так будет еще вкусней дальше займемся отварным языком смотрите у меня какой красавец на килограмм подготовка его была такая в кипящую воду два с половиной часа проварил подсолил воду затем сразу под холодную воду и снял с языка кожу нарезаем такой же формой как и полоски говядины с ним у нас меньше работы он мягенький оставим на время мясные заготовки мы с ними уже справились займемся бульоном бульон на суп у нас будет овощной составляющей его будет все что есть у меня в огороде свежих овощей все мы отварим сделаем ароматный бульон начнем три моркови немножко их уменьшим размере бульон будет вариться часа два поэтому умельчить не надо чтоб он не превратилась суп превратился в пюре и три моркови корень петрушки нашел две луковицы три луковицы фиолетового цвета красный стручковый перец острый разрезать не буду не надо разноцветный сладкий перец все у нас растет на кубани зелень укроп сельдерей петрушку добавлю в конце варки добавляем две головки чеснока и два помидора наших домашних ставим казан с овощной красотой на печь и заливаем водой у меня пять литров литра полтора испариться хватит мне и томим на медленном огне часа два пенку сниму добавлю специи в конце добавлю зелень огонь делаем медленный режим томления оставим бульон закипать перейдем к нарезке картофеля он нам нужен для жарки картофеля у меня два килограмма нарежем его треугольничками такая форма очень удобно подходит для жаркой картофеля он не превращается в кашу в моих видео с картофелем я подробно рассказывал как жарить картофель чтобы он сохранял свою форму после снятия пенки с бульона добавим специи это у нас гвоздик гвоздика десяток корица пол чайной ложечки молотая черный перец горошком и душистый перец десяток все томим дальше для ускорения процесса приготовления блюда задействую еще одну печь установлю сковороду и налью 100 миллилитров растительного масла без запаха сразу отправляю лук 4 луковицы нарезанные полукольцами и обжариваем лук стал прозрачным мягким приятно скворчит сковорода достаточно хорошо нагрелась добавляем к луку кусочки говядины с маринада маринад я отжал маринад нам еще пригодится выровняем на соль наш овощной бульон ложечку соли добавим перемешаем аккуратно чтоб овощи не поразвалились и попробуем на соль достаточно добавим зелени по пучочку сельдерей петрушка и укроп будет благоухать наш бульон овощными ароматами и томим еще полчаса хоть я и мясоед но такой бульон ароматный понравится даже мне по мере обжаривания над сковороду изгущаются умопомрачительные ароматы мясо золотится лук жарится добавляем отварной язык к ним в компанию пусть они дружат все вместе время посолить нашу мясную составляющую но сначала добавлю с маринада перца и посолим хорошо сковороду я от мяса освободил мясо готово жарим картофель картофель жарим на топленом масле даем сковороде нагреться время картофель обязательно отправлять в горячую сковороду высыпаем в разогретое масло картофель правило такое напомню 7 минут не перемешиваем ждем 7 минут чтоб корочка взялся картофель 7 минут пролетела снизу она уже должна поджариться переворачиваем ну вот видите какие же перевернем на другую сторону и повторим процесс не переворачивая еще минут 5 картофель со всех сторон у нас покрылся корочкой солим хорошо перемешаем когда корочкой уже можно солить картофель покрылся корочкой можно солить еще пять минут и добавляем мясо картофель у нас стал румяно хрустящим снаружи а внутри нежное пюре добавляем мясную основу картофель готов перемешаем красоту на соль у нас все выровнено перца хватает все мягко ароматно но у нас остался маринад на основе сухого вина с острым перцем мы его отправим мясо с картофелем мясо с картофелем протомим минут семь и будем пробовать очень ароматно время собирать мичиган в одессе это делали так мясную составляющую с картофелем в тарелочку суп должен быть очень густой и заливаем бульоном бульон должен покрывать немножко картофель сверху пробуем уже по внешнему виду супа и ароматов из тарелки можно сказать что это вкусно и сытно очень вкусно мягко ароматно достойно друзья не совсем обычный способ приготовления супа в финале поражает своей вкусовой гармонией очень вкусно и достойно всего вам доброго до встречи на канале м 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